Добрый день, дорогие друзья! Скажите, бывали ли у вас случаи, когда вы задавались себе вопросом, вот этот человек делал сознательно или умышленно, как мы сразу думаем, или он не понимал, что творит? Бывают у нас такие часто ситуации, очень часто эти вопросы возникают в судах, когда, например, случилось ДТП или убийство, или еще что-то, какой-то неприятный инцидент, и человек задается вопросом, умышленно или неумышленно, сознательно или несознательно. Так что же такое несознательно, и вообще бывает ли у нас сознательно? Давайте мы немножко на эту тему подумаем. Если копнуть глубже, если все-таки принять то, что мир – это продукт нашей психики, если взглянуть на него с субъективного восприятия, то вдруг оказывается, что на любое событие, на любой событийный ряд есть определенные причинно-следственные связи в бессознательном. То есть фильм под названием «Жизнь» снимается в любое время, осознаем мы это или не осознаем. Все равно действие происходит, и у нас создается иллюзия того, что мир существует где-то вне нашего сознания, что мы пришли в него голые и уйдем из него голые. Вот эту иллюзию обеспечивает съемка фильма, который происходит в нашем бессознательном, но на основании определенных причинно-следственных связей, которые уже есть, как почки, не раскрывшиеся там, и они просто цепляются одна за одну, в зависимости от того, в каких состояниях находится человек, сколько очков осознания он набрал, и как душа дальше будет планировать играть. Вообще первичный сценарий нашей жизни, он еще прописан до того, как мы сюда пришли, сценарий неосознанной жизни, коматозной жизни. А вот осознанные изменения мы в нее можем вносить в неограниченных количествах, потому что мы пришли сюда, и мы учимся делать выбор. И вариантов, когда идет подмена, мы делаем выбор, или типа мы уверены, что делаем выбор, или типа кто-то сделал выбор за нас и убедил нас в том, что его сделали мы. Вот это процесс, который происходит в нашем обществе ежедневно, ежечасно, постоянно. Ну вот смотрите, житейская история. Мужчина забыл поздравить женщину с днем рождения. Умышленно он это сделал или неумышленно? Женщина может терзаться в истерике, биться головой о подушку и говорить, вот он такой сякой, он же меня специально проигнорил, наверное, что-то от меня хотел. В это же время у него в голове вообще могло не быть никакого намерения, а могло намерение и быть. Все, что касается событийных рядов, в 90% случаев у нас идет из бессознательного в автоматическом режиме. То есть мы не осознаем, как мы ведем автомобиль, мы не осознаем, как мы идем в магазин, как мы работаем, что мы делаем, как мы делаем и так далее. У нас есть уже сценарий, он написан, он отснят режиссером, и он уже выкладывается в фильм под названием «Жизнь». И вот в таких состояниях, когда человек находится, по сути дела, это сценарий, прописанный в бессознательном. И человек его не осознает. Но при этом уголовную ответственность за это он несет, потому что мы же считаем, что он все-таки осознанный человек, и все это он делал умышленно. Понимаете, настолько вот этот вопрос глубокий и настолько извращенный в нашем обществе, когда начинаешь задумываться на эту тему, а я сегодня просто предлагаю подумать и понаблюдать, самостоятельно понаблюдать, потому что словами здесь что-то рассказывать не имеет смысла. Просто вот выйдите на улицу, сядьте на скамеечку и посмотрите, как двигаются люди, двигаются тела, двигаются по заданным траекториям в каких-то своих играх, в каких-то своих представлениях, в своих концепциях. И при этом очень редко кто из них осознает, как он вот сейчас идет, куда он сейчас идет. У него есть заданная цель, причем он уверен, что он ее задал. На самом деле она задана еще сценарием давным-давно, и он просто по ней катится. Это все очень сильно напоминает фильм «Матрица». И в таком случае, когда вот эти вещи начинаешь наблюдать со стороны, становится очевидным, что очень мало чего в жизни, очень мало чего в жизни мы вообще делаем сознательно. Но тогда вопрос, вот совершил человек преступление, да? Попал он в ДТП, например, и там кто-то пострадал. Преступление – преступление. Человека судят, человека наказывают. А за что наказывают, если это бессознательно снимало сценарий? Ведь он же должен уйти от наказания. Очень интересные штуки. На самом деле, вот эти все сценарии, и даже сколько дадут, и какой судья будет его судить, и что он будет делать, это все уже, уже, уже прописано в сценарии. Круто, да? Там же задействовано много персон. И при этом, и при этом, бессознательное каждого человека пишет сценарий индивидуально под него, под то, чтобы он развивался. И развитие просходит спиралевидно, да, чтобы он двигался вперед, чтобы он играл в игру под названием «Жизнь». И вдруг оказывается, что если у человека пошли осознания, он действительно включился в осознание процесса формирования игры, то вдруг получается так, что ему и не надо сидеть и думать. Он уже это подумал. Бессознательный раз, и тогда сценарий меняет. А бывает так, что человек, вроде все у него хорошо, хорошо, а тут раз, и его заставляют сесть и подумать надолго. А человек никак думать не хочет. А вообще игра под названием «сесть» – это игра, которая вот сейчас в наше общество пришла как минимум в столетней давности, и сейчас она разворачивается неосознанно у 90% людей. Потому что очень мало на самом деле тех, кто осознает эти моменты, начинает просыпаться, и вдруг говорят «Стойте, стойте, я не хочу, чтобы двигалось тело. Я хочу, чтобы двигался я. Я хочу, чтобы я формировал игру под названием «Жизнь». Чтобы я стал в основу управления. Для того, чтобы вот эти моменты произошли, для того, чтобы начать все-таки каким-то образом осознанно влиять на событийные ряды в своей жизни, так или иначе, человеку потребуется выходить в позицию наблюдения за собой. Вот давайте сейчас сделаем маленькое упражнение, которое чуть-чуть повысит осознанность в дальнейшем. Чуть-чуть буквально. Оно простое. Представьте, что вы на работе, в магазине, в любой ситуации, в которой вы недавно были, и которая задела вас эмоционально. Вот вы там с шефом, вы ему что-то доказываете, объясняете, предлагаете какой-то проект, какое-то решение. Вы в игре. Вот вы в игре. Вот в этой игре. Вы втянуты, вы активны в ней. Получилось, да? А теперь возьмите и перенесите свое внимание так, что вы смотрите на себя вот в этой игре. Чувствуете, как у вас пошло вверх настроение? Весело же? Вот это тело сейчас кому-то что-то доказывает, что-то предлагает, как-то играет, да? Состояния пошли вверх, ближе к Богу. Как только мы выходим в наблюдение, у нас меняется восприятие жизни. Мы эмоционально, эмоционально уходим от тех эмоций. Мы выключаемся из них. И мы можем наблюдать за эмоциями своими, со стороны. И мы можем наблюдать, как мы проявляемся, да? Смотрите, когда мы наблюдаем за собой стороны, со стороны мы видим, где мы делаем косяки, ошибки. Мы задаемся себе вопросом, слушайте, а зачем мне вот сейчас вообще кому-то что-то доказывать? А вообще нужен ли мне этот начальник, или я эту идею могу задвинуть сам, да, и работать на себя? Кстати, о работе на себя. Вот как ни крути, некогда меня на эту идею все-таки натолкнула в суфийская школа, и она долго у меня крутилась в голове, на осознании. Понимаете, когда вы работаете на найме, когда вы работаете на кого-то, даже в очень крутых проектах, даже в очень фирмах крутых и за хорошие зарплаты, ваш день, ваша энергия, ваши трудозатраты и ваши все движения и действия уже куплены и расписаны тем лицом, которое может наблюдать со стороны. А для того, чтобы верили вы в то, что вы успешный, классный, что вы все делаете сами, созданы целые механизмы игры под названием «Карьерный рост». Вот еще игра появилась просто исключительно, называется «Тайм-менеджмент». Крутая игра. Типа в лидера, который не умеет управлять своим временным ресурсом. Обалденно. Это все, чтобы вы верили в то, какой вы крутой управленец, крутой игрок, самостоятельно выбирающий, самостоятельно принимающий решения. На самом деле, территория вашей клетки уже огорожена, и она огорожена не вами. И вы играете на этой территории. Вопрос, эта территория будет уровня государства, уровня бизнеса или маленького какого-то предприятия или вообще тунеядца. Неважно, какая роль вам уже уготована. Но это роль неосознанного выбора. Для того, чтобы перейти в позицию осознанного наблюдения, осознанного выбора и принятия осознанных решений в своей жизни, без наблюдателя все равно не обойтись. Наблюдение, растождествление, полное выключение эмоций, поиск в себе. Да к чем же я хочу заниматься? Как же я хочу творить? Как же я хочу проявляться? И что мне в этой жизни делать для того, чтобы я ловил кайф от каждого момента здесь и сейчас? Ключевые вопросы, но подумать. Есть о чем подумать, да? С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok